Вот расписание Халабасов, Кадыкёя, Садыху-Жекчен. Вот такие автобусы. 18 лет стоит Мерет один, а мы едим. Время немножечко есть еще. Прогуляться в большой супермаркет в Каррифорд, а метро здесь шесть остановок по розовой линии в глубину азиатской части. Любимый напиток. А вот с утра загрузили для шаурмы, ну у них донор называется. Мяско у диджаев. Зимит и уже с утра напекли, продают. Кораблик, ого, шагит как кораблик. А первый раз дымит? Видим первый раз черный утречком. Жизнь уже начинает потихонечку кипеть. Еще людей конечно не так много, но дальше будет ого-го. А вот флаг Кадыкёя. Кадыкёй Велидесси. Ну и памятник Ататюрку, который что-то кому-то дает какие-то наставления. Здесь вот конечно грязненько. Но мы видим тут не первый раз уже место встречи. Туркал. Такая мачта очень манюшилась там. Такая мачта высокая. С флагом немножко вон там взорвался. Вертолетик пролетел. Вот речная жизнь. Какой трафик. Здесь на воде. Это причал. Очень удобно. Вот метро. Видите? Кружочки. Нам район этот понравился. Жилье тихое. Вот оно и рядом здесь. Но очень тихо. Это очень немаловажно. Потому что если кто снимал в Стамбуле, то знает, что это очень такая проблема. Шума. Стены очень тонкие. Мы тоже снимали в четырнадцатом году апартаменты. Но немножко в другом районе. Но спать было невозможно. Только в часу утра. Были песни и танцы. Было очень шумно. И здесь конечно у нас окна во двор. И вообще сам отель. В сторону. Уходишь. В улечку заворачиваешь. И все. И тишина. Поэтому в этот раз вообще супер. Нравится нам. Ну конечно мы без завтрака брали. Завтрак очень такой скудненький. Ну и там по-моему не было. Сейчас вспоминаю. Не было вариантов отказаться от него. От Кадыкёйский лес. Это еще раз напоминаю. Розовая линия. Розовая ветка метро. Очень здесь удобное метро. Но нужно иметь истамбул карт, чтобы хоть как-то экономить. У нас сегодня 2.60. А 2.60 билетов. Подержи. Забыла сказать, что мы сегодня уезжаем. У нас самолет 16-20. Если они перенесут пасу, там не бывает там. Поэтому очень немножко из времени мы едем в Харифунь. В Нигроварке даже нашли этот крупный. Постойничку там почерпнут. У нас уже марш. Поэтому так немножко что-то закупим. И вот приехали на эту станцию. Такой вот район. Здесь уже не так многолюдно. Метро было свободное. Ну, может, потому что еще тут-то. Не знаю. Может, там менее такая населенная часть города. Создание красивое. Необычное. Отсюда высотки. И вот Харифурд. И вот прямо по курсу Харифурд. Такой вид на небоскребчике. На высотке. Вот это мы обходим. Наверное, еще оккультуривают подъезд в Харифуру. Не знаю. Сейчас посмотрим там изнутри, почему огорожено. Мы обходим, получается, круг даем. Да, здесь, получается, идет благоустройство вот этой территории. А вот, посмотрите, вот это здание. Вот Харифурд уже въезд в ход. Вот он виднеется. И вот какое здание. Ухитектуры интересное. Такая большая стоянка. Вот такие красивые здания. Почти час ехали. Да, почти час ехали. Красиво, конечно, здесь. Вот эти деревья как разрастутся. Будет вообще здесь как сад, парковка. По другой стороне. Самый большой горшок, который я видела. В общем, в Харифурд мы не попали. Он в сети, а мы были там в 9.20. Время у нас ограничено. Ждать некогда. Вот это здание. Высотка синяя красивая. Вот какой-то офис, наверное, чего-то. А мы идем в Мигрос вон рядом. Напоминаю, мы в районе Казьянтажи. Как-то так. Такую упаковку? Я даже не знаю, честно. Ну, это не будет расцениваться как жидкость? Нет. Вот они сухие. Потому что она в рюкзак. Просто здесь больше. Немного. Так это одинаковое. Как одинаковое? Здесь полкило. Здесь полкило. Ну, то же самое. Полкило, полкило. Бери туда более утрамбовую. Две штуки берем, да? Да. Бери. Клограмм. Больше. Все. Всякие разные, конечно, есть оливки. Вот и с начинками. Вот. Это, наверное, болгарские перцы. 8 грн. Ну, все это вес. 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 Такое красивое панно. Здесь такая скромная станция. Ну, все аккуратно. Просторно. Вот. Мне нравится, как они делают эти декоры. Красивое очень панно. А мы вступили в Минкросу. Едем на нашу Кабетюнь. С этой станции. Коза-Ян. Коза-Ян-Ши. Прощальная поездка. Один восемьдесят пять. До шестьдесят. До шестьдесят. До шестьдесят. До шестьдесят. Вот здесь еще пока вот так вот. Грубая штукатурка. Но, скорее всего, будут постепенно облагораживать на этой станции. Такой новый, современный район. Сюда. Вот мы сейчас на вот этой станции. А нам на Кабетюнь. Шесть остановок. Вот. Наша фиолетово-розовая линия. Будет подстраиваться. У нас запихи как че. А вообще, планов очень много. Видео, то, что светлым, это будет строиться. Вот снова мой аэропорт Уветка будет строиться. Наш поезд. Мы поехали. Как жалко за Рапша. И Миньоню. Каракёй. Бешикташ. Кораблик. Отправляется. А мы идем домой. Собирать вещи. И уезжать автобусом. До Сабихи-Хикчен. Вот так. В светофоре нажали кнопочку. Ждет. Подожди, пожалуйста. Митфембеки. Какой траффер был. Митфембеки. А ты что? А ты что? Митфембеки. Митфембеки. Ждем перейти дороги. Ждем перейти дороги. Митфембеки. Все таки продолжительные. Даже не одна минута, мне кажется. Така не милкает. Минута три точно. Ага, вот. Что-то диракнуло. Митфембеки. Не, Митфембеки. Вот эти вот шаттлы мотаются очень шустро-быстро. Но я же тут стран, потому что нужно быть очень аккуратным. И вот стоянка. Остановка автобуса. И здесь очень много маршрутов. Там вот порт. Мы пришли. Там метро. И вот поворачиваем наш переулок. Буквально второй переулок. По пути Миграс Джет. Вот вы видите вывеску. И мы в Акинс Ютс. Поэтому по этой даже причине могу рекомендовать и рекомендуем эти апартаменты. Вот Миграс Джет. Небольшой Миграс. Скупиться, покушать. Можно купить, поскольку в апартаментах есть кухня, напоминаю. Вот первый переулок с этим корабликом. А у нас и на белье, а у нас будет? Ну, understand. Дедушка что-то хотел. Не знаю, что хотел. И вот сейчас второй переулок. Это переулок Вакинс Ютс. Здесь тоже есть примечательный знак. Вот такой граффити. Он и она. Вот. И мы поворачиваем. Вот здесь овощная лавка. Можно купить овощи, фрукты. Вот буквально вот девушка на граффити. И вот черная справа. Вот такая вот ворота такие. Это Кинс Ютс. 4 ночи нам стоили, еще раз напоминаю, 792 лиры. Вот черная Кинс Ютс. Входим. Кстати, хочу снять объявление. Выходил этот парень с ключами. Посмотреть в сайт, что это такое. Аренда жилья, не аренда. И вот входим. Здесь такой вести бюль большой. Здесь можно пофоткаться. Ну, темновато. Поэтому только хорошим фотоаппаратом. Вот тут мы кушаем. Завтракаем утречком. Вот здесь тоже объединенная зона. Можно велик взять. Здесь можно посидеть. Вот тут чай. Кушаем здесь. Гросс-менеджер. Это наш лифт. Нолик. На две стороны расположены. Входим. Пятый. На две стороны расположены апартаменты. Вот там, где кофе, чай. Туда вход. И вот сюда. Ну, у нас из окна видно еще ряд винтовых лестниц. В общем, на две стороны друг на друга окна смотрят апартаментов. Слева и справа. Тишина. Во дворе находятся, получается, окна в этом очень тихо. У нас 18. Сейчас отключается автоматически 18. Номер. Вот лифт. Мы приехали. Скажу в микросе, что купили. Оливки. Вяленые. Две упаковки. По 500 грамм. Халва. Такая обычная микрос с буквой Н. Так. И еще какая-то халва. А вот с листашками. Вот такая тоже с буквой Н. Намазка сырная. Нам сын сказал, приведите что-нибудь поесть. Ему всегда интересно что-то другое с другой стороны поесть. Сыр нарезанный. Сыр вот такой. Не разбираемся по этому не так. Взяли, просто взяли. Возьмите. Вот такой сыр. Вот такой сыр. К бутербродам. Кто там? Конфеты. Такие. Здесь их. На 400 грамм. Разноцветные. Вот так выглядит. Кофе. Все такое кофе везут. Мы такое кофе тоже уже брали не раз. Оно очень ароматное. Так. колбаску, как-то с колбасой не очень у них выбора было в микрости не очень, майонез небольшой взяли именно турецкие, коту обязательно подарочки турецкого корма мягкого, еще две штуки разные жевательные резинки, колонии в автобусе когда мы ехали из айволыка в стамбул, нам помощник водителя разносил, ну я и раньше слышала об этом колонии, наверное как одеколон, для дезинфекции рук очень вкусно пахнет, таких взяли две штучки, только что проходили у торговца купили чемодан замотать скотч 5 лир, кстати скотч нельзя в ручной клади иметь, и все наши покупки были на 140 лир, 14,74 налог, ну в общем на 140 лир, это где-то на 35 долларов все, вот а мы будем сейчас немножко допаковывать вещи, такой у нас беспорядок, и собираться в сторону аэропорта, и сниму на прощание еще раз обзор номера небольшой, уже по светлому поселялись, по темному снимала, вот это студия, кухня, картина, там и сушку раскладывали, сушили белье, стояла она в спальне за шкафом, шкаф пустой, вот эта стрелочка скорее всего это вентиляционный ход, шкафу много, но посуды здесь практически нет, вот только стульку небольшую, нам парень менеджер нашел в хозяйстве, мы выбрали ее, а так вот из большой посуды здесь только была сковорода, вот так кофеварка, и такое тарелки, кружечки, стаканчики, терочка, и вот все, остальные шкафчики пустые, машинка посудомойная мы не пользовались, по сути не было посуды, микроволновкой пользовались, машинкой пользовались, для машинки очень хорошо, удобно, есть порошок, и плита газовая, 4 комфорки, холодильник хорошо морозит, ну и в принципе вот как бы и все, здесь в комнате, кондиционер, на эту комнату его хватает, на спальное место не дует, если нужно, вот кому-то разместиться мы вдвоем в принципе, поэтому нам места очень много, здесь двухспальная кровать, кровать хорошее белье, хорошее, самое главное, о чем я говорила, выход во внутренний двор, тишина, вот напротив-то тоже апартаменты этого отеля Акинфюрс, глухие балконы, тишина, ну чайки кричат, ну лучше чайки, чем шум и гам, как-то мне они абсолютно нормально, вот шкафа мы не пользовались, здесь много вешалок, тут сушка стояла, здесь котел двухконтурный находится, вот такой балкончик, великом тоже не пользовались, некогда было абсолютно, сам узел, все нормально, вопросов никаких, фены вот здесь, у нас даже два получилось, был вот этот маленький, я не увидела его, попросила менеджера, мне он дал еще один, поэтому два оказалось фена, включать розетка есть, зеркало это я, вот есть ель для душа, мыться, нормально, все хорошо, вот номер у нас 18, здесь тоже можно расположить, что нам у нас не было необходимости, и коридорчик такой, очень просторные, классные апартаменты, наши сверотские сумки, за проживание доплатили, мальчик, который нас поселил новенький, все перепутал, а мы подумали, что дешевле здесь на месте, а вообще 4 штуки нам стоили 170 евро, бутылочку, 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 айранчика, от шалобаса стоит, HotStreいただки как, бешеный, день в разгаре. Продолжение следует...